МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Увы, в крае. Министр здравоохранения проверил реализацию нацпроектов. Четко в цель. В Павловском районе прошел 10-й этап Кубка России по стендовой стрельбе. Бийскому стрелку и олимпийскому чемпиону Сергею Каменскому вручили в Кремле орден за заслуги перед Отечеством второй степени и бонусом автомобиль. Государственными наградами были удостоены российские атлеты, завоевавшие медали на Олимпийских играх в Токио. Напомним, Сергей Каменский выиграл серебряную медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений и бронзу из пневматики в соревнованиях смешанных пар. Награду вручил помощник президента Игорь Левитин. А от фонда поддержки олимпийцев спортсменам подарили ключи от новеньких БМВ. Слова благодарности выразил и министр спорта России Олег Матыцын. Он пожелал, чтобы медали спортсменов мотивировали их на будущие победы. Министр здравоохранения Михаил Мурашко, который в эти выходные посетил сразу несколько медицинских учреждений в Барнауле, отметил, что медцентры города оборудованы по последнему слову техники. И тем не менее, это не спасает больше жизней. Почему и каковы в целом его впечатления от пребывания на Алтае, расскажет Валентина Аскерова. Выявить заболевание в поликлинике и сразу же направить на лечение в профильную больницу. Так в идеале должны работать все звенья медицины. Отметил во время визита в Алтайский онкодиспансер, министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Это высшее мастерство врачей всех этапов и амбулаторно-поликлинического и стационарного. Потому что здесь специализированная помощь. И ждать и продолжать лечение на амбулаторном этапе здесь не нужно категорически. Федеральный гость впервые в Барнауле прилетел проверить реализацию нацпроектов. Следующий важный пункт в расписании – 14-я поликлиника. Министр предложил развернуть здесь еще и отделение реабилитации. Однако в почти достроенном здании места не оказалось. Наверное, все-таки вряд ли почему. Скажу, проговорил, что за последнее увеличилось на 5 тысяч. Мы уже сейчас смотрим, что нам нужно будет перераспределять кабинеты, добавлять в том числе и под узких специалистов, потому что население выросло и под участковых терапевтов. Отделение реабилитации попробуют разместить в одном из старых корпусов. Кстати, в ходе рабочей поездки министр здравоохранения стало известно, что Алтай получит 8,5 миллиардов рублей на развитие первичного медицинского звена. Высокоточное такое крупное оборудование, там 87 единиц у нас предусмотрено по программе до 2025 года. Приобретение и установка первые 47, если мне память не изменяет, рентген аппаратов. В ближайшее время будут установлены в наших лечебных учреждениях. Посетил высокий чиновник и образцово-показательную поликлинику номер 9. И даже похвалил руководство учреждения за дистанционную работу с гипертониками. Пациентам с высоким давлением выдают тонометр, а показатели с него автоматически поступают в информационный центр. Если он попадает у нас в красную зону, к нам приходит сообщение в планировщик, что данный пациент, с ним необходимо созвониться. И доктора сегодня констатируют, что среди той группы пациентов, которые используют такой мониторинг и педантично принимают лекарственные препараты, фактически острых состояний удается избежать. Лечение на высоком уровне, отметил гость во время экскурсии по краевому кардиодиспансеру. Другое дело, когда пациенты сами не принимают препараты. Один пациент, мы его спросили, почему не сделал. Он говорит, наверное, это авось. Когда мы с ним проговорили и следующие шаги, какие он должен сделать, мы его спрашиваем, вам понятно, что вам это нужно сделать, чтобы еще более тяжелое осложнение наступило. Он ответил, я подумаю. Нам, честно говоря, обидно, потому что мы реально можем даже небольшими советами, образом жизни, лекарственной терапией, спасти большое количество людей. Не используют жители и бесплатные методы профилактики, отметил министр. Например, та же вакцинация против коронавируса могла бы минимизировать осложнение от ковида у сердечников. Пациенты, получившие вакцинацию, во-первых, крайне редко болеют, а если и заболевают, то течение заболевания идет чаще всего в легкой форме. Как можно спорить с людьми, которые не основываются на данных статистики, на данных медицинских наблюдений? На мой взгляд, это схоластика, бессмысленный спор. На сегодняшний день десятки миллионов человек по всему миру уже привиты российскими вакцинами. Так, например, в Сан-Марина именно эту республику привел в пример Мурашко основная часть взрослого населения вакцинирована спутником ВИИ. Результат – все ковидные госпитали в небольшом государстве закрылись, людей, нуждающихся в госпитализации, нет. А тем временем в России, в частности в нашем регионе, ковидные госпитали только заполняются. Валентина Скерова, Андрей Печоркин. День с толком. В ФСБ заинтересовались видео, которое сняли наши корреспонденты после оглашения приговора бывшему вице-мэру Сергею Демину. В нем семья осужденного слишком эмоционально высказалась в сторону судьи и гособвинителя сыпала оскорблениями. При том, что в нашем материале мы использовали лишь небольшой фрагмент ее обвинений судьи в непрофессионализме. Вы что творите-то? Невиного человека вы убите. Прокумент, как снятие, милую. Широли совсем. Чего вы давились-то? Вы землю разрушили. Напомним, 10 сентября суд железнодорожного района приговорил Демина к 9 годам колонии строгого режима за взятки в крупном и особо крупном размерах. Его также обязали выплатить штраф в более чем 15 миллионов рублей и запретили занимать какую-либо должность в органах власти в ближайшие 4 года. Жене Демина может грозить штраф или обязательные работы. На Алтай пришло резкое похолодание. Ночные температуры уже стремятся к нулю. И в квартирах тоже стало заметно прохладнее. И хотя отопительный сезон в краевой столице еще не стартовал, подключиться к теплу можно. Для этого нужно направить в СГК письмо, подписанное большинством жильцов. В компании уточняют, отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура не будет превышать 8 градусов на протяжении 5 дней. А затем в приоритете на подключение к теплу будут школы, детские сады и больницы. Отметим, в прошлом году отопительный сезон в Барнауле начался 22 сентября. А это почти через неделю. Заказать тепло раньше можно, отправив заявку на электронную почту компании, либо подать письмо лично в офисе на проспекте космонавтов. Адреса вы видите у себя на экранах. К другим темам. В Барнауле все чаще стали появляться должники за мусор. Суммы у них небольшие, неоплата длится несколько месяцев. При том, что сами люди заверяют, деньги они перечисляют. В квитанциях разбирались мои коллеги. Частный сектор, огромный мусорный бак, который наполняется довольно быстро, но и регулярно вывозится. Коммунальный и природный мусор, кубометры отходов. Спустя три года реализации мусорной реформы люди привыкли к такому сервису. Правда, в последнее время все чаще появляются должники. При том, что деньги за услугу они переводят. Мне просто нужна была справка. Я обратилась за ней о том, что у меня нет задолженности. И выяснилось, что задолженность все-таки есть. Долг небольшой, но, по словам Елены, его вообще не должно быть. Платит она регулярно. Автоматически списывались деньги со счета, и все. Проблем не было никаких. С подобной проблемой столкнулось уже несколько сотен жителей Барнаульской зоны ТКО. Оказалось, долг может расти из-за технического нюанса. Участие населения оплатой этой услуги проводилось с помощью приложения банка через систему автоплатеж. И если потребитель не перенастроил в автоплатеже данные на нового рекуператора, который начал работать с июня, могут возникнуть сложности. С такой проблемой могут сталкиваться не только жители, проживающие в частном секторе, но и в многоквартирных домах. Опять же, при условии, если дом находится на прямых договорах непосредственно с Экосоюзом. В июне рекуператор Экосоюз присвоил потребителям новые лицевые счета. Под исключение попали управляющие компании ТСЖ и ТСН. То есть жителям, у которых прямой договор с рекуператором без посредничества УК, стоит узнать номер своего лицевого счета. Это можно сделать через систему город, в банке или на горячей линии рекуператора. А далее нужно указать в настройках выбранной системы платежей актуальный номер счета. Добавим, что речь идет о десятках тысяч потребителей, жителей частного сектора и каждой пятой многоэтажки Барнаула. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. В Алтайском крае продолжается строительство школ и детских садов в рамках национального проекта образования. Наша съемочная группа посетила Троицкий район. Там в селе Заводское возводят современную школу. Для местных жителей это долгожданное событие и большая надежда на то, что село будет процветать и жить. Подробности далее в сюжете. Смотря на эту масштабную стройку, с трудом осознаешь, что находишься в небольшом селе Троицкого района, которое расположено в 20 километрах от районного центра. О новой современной школе здесь мечтали давно. Где возводить образовательный комплекс, решили сразу. Здесь был пустой. Как бы сложности, ну раз пустое место в центре села, можно сказать, особых сложностей. Как будто он тут ждал этот участок, появление вот этой школы здесь. Работы по строительству начались в 2019 году. Однако барнаульская компания, которая изначально выиграла тендер, дальше фундамента не продвинулась. Пришлось искать нового подрядчика. С октября прошлого года большая стройка на плечах бийской компании. Работы продолжили. За зимний-весенний период подняли коробки. Сейчас вот заканчиваем кровли. Активно ведем работы по внутренним отделочным работам и по благоустройству территории. Накануне строящийся объект посетили представители единого стройзаказчика, районные власти, а также депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Они посмотрели будущие школьные классы, современный актовый зал, столовую, спортивные площадки. Их будет несколько. Это волейбол, это баскетбольная площадка, это теннисная площадка, это спортивное ядро, ну это хозяйственный блок. Для прыжков яма. Да, ну это не специально. С физкультурой все в порядке будет яма. Ну я думаю, что да, с физкультурным развитием здесь, в данном селе, будет полный порядок. Образовательное учреждение немаленькое и рассчитано на 140 учащихся. Стоимость сельской школы более 240 миллионов рублей. Мы с вами не единожды слышали выражение, что село живет, когда в нем есть школа. Это действительно так, это действительно правда. Поэтому строительство новой школы, создание новой современной инфраструктуры здесь, в заводском, говорит о том, что у села есть будущее. И эти перспективы открываются в связи с реализацией нацпроекта образования. Сейчас же занятия проходят в ветхом деревянном здании. Постройка 67-го года. И районные, и местные власти, а также руководство, как могут, поддерживают школу. Все классы оснащены оборудованием. Есть компьютеры, проекторы, интерактивные доски. Численность учащихся – 137 человек. И учителям, и школьникам не терпится переехать в новое здание. Дети, конечно, ждут. Особенно старшеклассники. Им же охота тоже успеть поучиться в новой школе. Завершить стройку планируют до конца года. Дальше останется завести мебель и оборудование. Здесь все будет новое. Компьютеры, телевизоры, кинопроекторы, вся необходимая аппаратура для актового зала и многое другое. Здесь даже запланирована у нас покупка для лета газонокосилки электрической, а для зимы – снегоуборочные машины. Ну, то есть здесь будет еще и техника, которая будет убирать снег. Ожидается, что первый звонок на урок здесь прозвенит уже в сентябре. Хотя глава Троицкого района не исключает, если работы завершат раньше, и объект будет принят на баланс, то переехать в новую школу. Учащиеся и педагоги смогут уже весной. Елена Кузовкина, Иван Зяблицкий. День с толком. 291 год отметил Барнаул в выходные. Правда, в этот раз праздник был скорее семейный. И из-за ковидных ограничений, и из-за погоды, которую не испугались только самые смелые. И тем не менее, в краевой столице было на что посмотреть и чем заняться. Выступление национальных культур, спортплощадки, гастрономический фестиваль – все это можно было увидеть на разных площадках города. Как встретили праздник барнаульцы, расскажет Анастасия Болотина. Ты знал на песня, чудный мой город, город селка, я родной Барнаул. 291 год с момента основания. Не молодой, но и досторожил страны еще далеко. Барнаул, город над Обью, в эти выходные праздновал день рождения. Барнаульцы строили большие надежды на день города, но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, его отменили. Не стоит ждать фейерверков и больших праздников. Но тем не менее, на площадках города организованы различные мероприятия для наших горожан. И погода никого не испугала. Празднество началось в 10 утра во всех районах города. Цветы в день рождения дарили и городу, и горожанам. Выставка прекрасного ждала гостей в Центральном парке. Рядом цветными орнаментами завлекали к себе и представители национальных культур. Традиционный фестиваль расположился на 20 площадках. Русские, белорусы, украинцы, поляки, татары, грузины и другие народы. Предметы быта, литературы, ремесел и искусства. К примеру, эти куклы в национальном белорусском платье. Главный цвет – белый, символ чистоты. Представители народов проводили мастер-классы и пели. И даже помогали гостям выучить простые слова на иностранном. Как еще раз будет большое спасибо на польском? Большое спасибо! К слову, плохая погода не испугала даже наших гостей из Индии, студентов медуниверситета. Не очень много людей из-за погоды. А вы не боитесь плохой погоды? Нет, погода замечательная, но, наверное, люди боятся. А что насчет вас? Нет, нет, я люблю такую погоду. Я здесь, в принципе, потому что погода прекрасная. Подкрепиться можно было на гастрофестивале, ну а согнать калории на спортивной площадке. Ветер, вот он вас не сдувает? Ну, мы, артисты такие, прожженные, уже крепимся нормально. Нормально держимся, живем-живем. Да, да, настроение отличное. И все же в этот день всех объединяло одно событие – день города Барнаула. Нашему городу дальнейшего процветания и дружбы народов. А я желаю побольше ярких мероприятий, которые сплочают людей. Чтобы мы жили дружно, поддерживали отношения и всегда собирались на таких праздниках, как сегодня. Это здорово – выйти, пообщаться, найти новых друзей. Я хочу, чтобы он рос, как на дрожжах. Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией празднование дня города состоялось в сокращенном формате – без проведения массовых мероприятий и салюта. Еще одна отличительная особенность – продажу алкоголя никто не ограничивал. И тем не менее, никто никому не испортил праздник. День города барнаульцы по традиции встречали в центре – с семьей. Анастасия Болотина, Данил Захаров. День с толком. Уже на этой неделе в Барнауле стартует четвертый Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия Золотухина. Масштабный культурный форум проходит раз в два года в память о народном артисте России и бывшем под руке молодежного театра Алтая. География театров разная. Приезжают театры, которые у нас уже были и на первом, и на втором, и на третьем фестивале, наши добрые друзья. И приезжают новые театры. Из Екатеринбурга, например, приезжают театры, из Челябинска. Фестиваль – это всегда уникальная возможность за такое небольшое время посмотреть спектакли разных театров, мастерство разных режиссеров и, в общем-то, полюбить этот фестиваль и полюбить тех, кто к нам приезжает. В афише отобраны 13 спектаклей российских театров из 11 городов. В этом году к ним присоединится и Московский театр на Таганке, который выступит в качестве гостя. Кстати, все спектакли входят в Пушкинскую карту. А кроме конкурсной части на фестивале будут и мастер-классы. И о спорте. Денежный приз и немецкое оружие стоимостью в 2 миллиона рублей достались победителю всероссийских соревнований по стендовой стрельбе. Десятый этап Кубка России по этому виду спорта накануне прошел в Павловском районе. За звание лучшего стрелка поборолись спортсмены практически со всей страны – от Калининграда до Якутии. В чем особенность этого вида спорта и кто стал победителем, узнавала Анара Шагирова. Этот вид спорта сродни настоящей охоте. Вот только вместо привычной дичи уток, зайцев и прочей живности стрелки целятся в оранжевые мишени, которые, к тому же, летят с разных сторон и в самых неожиданных направлениях. Десятый этап Кубка России по спортинг-компакту или стендовой стрельбе на этот раз объединил 150 участников из разных уголков России. Среди них и начинающие спортсмены, и даже чемпионы Европы. Наш вид спорта хорош тем, что у него нет ограничений по возрасту. Не надо быть молодым для того, чтобы быстро бегать, плавать, бороться и так далее, а спортом заниматься хочется. Поэтому у нас нет ограничений по возрасту. От 13 лет у нас участники до 68. Каждый участник стреляет по 25 раз на 8 площадках. Итого 200 выстрелов из ружья весом в 4 килограмма. Новичку точно не просто. Каждая площадка разная по фону и ландшафту. На разных стрельбищах в разных городах разный фон. И здесь тоже. Здесь есть и поле, и лес, и поля. Поэтому тут все эти обманные полеты, это вот здесь все присутствуют. Николай Кобяков дострелялся до звания чемпиона Европы. Правда, в этих соревнованиях участнику не повезло. Только в первой серии из 25 выстрелов 23 попадания в цель. Итого заслуженное второе место среди мужчин. Но признается, могло быть и лучше. Однако результат есть с чем сравнить. На охоте по животным стреляем, конечно. Там поудачнее? Нет, гораздо хуже. Победители, согласно местам, получили денежный приз. А вот главную награду соревнований немецкое ружье стоимостью в 2 миллиона увез с собой Андрей Веклич из Санкт-Петербурга. Однако такие встречи, признаются участники, давно стали больше, чем просто соревнования. Это еще и повод встретиться всем, кто считает, что стрельба – настоящее мужское занятие. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.